По словам жителей общежития Папа Литайской 2, незваные гости появились в доме на прошлой неделе. Две женщины оборудовали под лестницей место для сна и приема пищи. На момент прибытия съемочной группы на месте была одна из них. Женщина представилась эллифтиной, документов у нее нет. На вопрос, как оказалось, здесь ответила, что жизнь довела. А у вас честная реабилитация? Почему не можете ходить? Не знаю, я отнимусь и видна от такой жизни. Спустя некоторое время на площадке появилась и вторая обитательница, представилась Светланой. Документов при себе у нее также не оказалось. Говорит, что до этого вместе с подругой жила в лесу. Временное пристанище на время холодов нашли на лестничной площадке. Но в скором будущем пара планирует сменить место жительства. Сегодня, завтра пойдем в этот, я ходила туда, в церковь. Завтра сказали подойти, что-нибудь придумаем. Пока пара думает, законные жители общежития вынуждены терпеть неприятные запахи и антисанитарные условия. Душевая и туалет в доме общий, делить их с новоселами жильцы против. На место выезжал участковый и врачи скорой помощи. Но женщины не уходят. Одна из женщин говорит, что это моя мама, она мол болеет. У нас некуда уйти, негде нам жить. Но нам тоже не надо, у нас тоже здесь дети гуляют. Внуки приходят наши, они такие все в шах, больные люди. Они здесь вместе, в прачечной у нас мылись. Она ее подмывала здесь, чью-то простень сняла. Я пришла, сделала ей замечание, она говорит, мы сейчас уйдем. Мы сообщили о проблеме бездомных, социальную защиту города. Как выяснилось, до нас в службу никто не обращался. Но уже сегодня на место должны выехать работники Минсоцразвития Кумгура. Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания Кунгур.